Виталий Михайлович, хочу с вами поговорить об экологическом туризме, поскольку профиль у вас такой. Для начала, что вы понимаете под этим термином? Что такое экологический туризм? Чем он отличается от обычного туризма? Он очень, так сказать, связан с туризмом, переплетается. Но в основном экологический туризм проходит по ландшафтным паркам и заповедникам Николаевской области, Украины и за рубежом. Это в вашем случае. А вообще, экологический туризм, что это обозначает? Это походы с какими-то вкраплениями экологической тематики, с лекциями? Да, да. Это с лекциями, это рассказы о той природе и фауне, которая находится на данном маршруте. Кроме того, проводятся там, вот проводят и ландшафтные парки, и все это экологические стэшки. То есть, человек, проложена стэшка только там, где он может пройти, не трогая птиц, не трогая животных, не мешая им нормально функционировать. То есть, есть уже заранее подготовленные маршруты. Маршруты, да. И получается то, что человек проходит по этим маршрутам, набирается больше уважения, как говорится, к природе, и он к животным, которые находятся там, не травмируя природу. И экологический туризм сейчас очень, во всем мире, очень такой популярный вид, потому что мы делаем ландшафтные парки, заповедники фактически для людей, а люди должны соприкасаться с природой и показать о том, что они, что есть и что не надо рушить, потому что уже некоторые животные, там рыбы, трава уже вытоптаны человеком. И экологический туризм направлен на сохранение сознания человека, что не трожь природу. И, как говорят иногда, земля наш дом, оставим ее чистым, красивым для будущих поколений. Ну, а в Николаеве, в Николаевской области, как давно практикуют вот такие маршруты? Вы знаете, в основном, может быть, из-за дорог, может быть, из-за красоты, которая еще осталась у нас в Николаевской области, в основном все маршруты проходят, можно сказать, экологические, потому что у нас есть Бухский гард, это национальный заповедник. У нас есть, сейчас увеличили, Иланицкий степь, где они таких, бродят бизоны, да, у нас есть Иланицкий, там, Ингульский заповедник. И вот эти все красивые маршруты ходят, люди смотрят, люди охраняют природу, очень много десантов, акций. Вот одна из акций, которые мы делали. Ну, про акции мы еще поговорим дальше с вами. Вот, получается, ваш клуб путешественников – это люди, которые… Неравнодушны к природе и к походам. Вы одни из тех, кто все-таки пропагандирует это здоровое отношение к природе и к туризму. Как сказал наш мэр, здоровый образ жизни. Два слова о том, что это за клуб путешественников, потому что я уверена, что многие наши зрители впервые слышат об этом, а им бы хотелось пойти в поход. Клуб путешественников существует 40 лет. Именно ваш? Да, наш. Даже больше. Нельзя сказать. Это 60-е годы, давно, когда люди, студенты и преподаватели объединились в любителей путешествовать и организовали такой клуб. И мы, как студенты, тогда я был студентом, ездили во все города, в слеты города Украины и общались между собой. Это называлось, наверное, оттепель, да, 60-х. Вот тогда очень много было путешествий. И много путешествовали по всем регионам бывшего тогда Советского Союза. Ну, вот я был на Алтае, Памир и все другие доступные для нас территории. Сейчас нам больше доступные. Тогда мы были с закрытым занавесом и путешествовали только там, где нам разрешали, да. Но вместе с тем путешествовали, и общение между людьми было очень высокое, очень высокое. Люди, которые путешествуют, экологический туризм или какой-то другой, общаются между собой. Каждый рассказывает о своей любимой профессии. Вот вы, например, будете как телеведущий, можете возле коста рассказать о своей профессии. Кто-то химик о своей. И мы познаем друг друга, понимаете. Люди ближе стыкуются друг с другом. И поэтому они путешествуют, несмотря на трудности, но познать другой мир, познать прекрасное, познать те большие звезды, когда мы на высоте, или ту луну красную, которая восходит, это очень прекрасно. Вот я к чему говорю, что я недавно был в Карпатах, да, и мы на высоте там 1700 метров, на высоте, видели луну, как в сказочном каком-то мультфильме. И кто-то сказал, о, это огненная планета, движется на нас. Понимаете? А лес, это лес Фредди. То есть уже вспоминают и Поттера, и всех остальных, потому что путешествия люди в высшей красоте. Красота и природа, они делают людей лучше. Виталий Михайлович, а вот интересно, сейчас век компьютеров, интернета, так же популярен туризм среди людей? И вообще популярен среди какого возраста людей? Вот вы сталкиваетесь на своем опыте. Вы знаете, где это сказано? Любви все возрасты покорны, ее порывы благородные. Так и туризм всех возрастов. Есть дети, которые любят, ну, например, я могу сказать, на Кимбуре у нас тоже был такой экологический палаточный лагерь. Там у нас первый вечер возле Костраса, почему вы поехали в палаточный лагерь? Причем у детей родители достаточно обеспеченные, могут послать и за рубеж. Там иностранный языковый, все остальные. Она говорит, я хочу впервые поближе к природе и переночевать в палатке. Вот десятилетний ребенок сказал, что он хочет переночевать в палатке, попробовать, как это, быть самостоятельным. А взрослые, да, у нас вот до 80 лет ходят. Да, мне вот тоже достаточно возраст. В этом году я был на 1700 и мечтаю где-то повыше. Это на горе? На горе, да. 1700 по высоте. Это высота, это подъемы. И люди ходят, и сейчас звонили, хотят пройтись по нашим каньонам. Ну, люди настолько заняты, они 3-4 дня. Разве мы ходили 20 дней, там экспедиции, спорт. А сейчас 3-4 дня, 3-4 дня. Но люди вырываются на природу. И чем больше мы детей вовлекаем в это общество, да, так сказать, любителей путешествий, тем они вырастают. Вы знаете, ко мне приходят уже дети, дети, 25 лет, тех родителей, которые ходили со мной в походы. Это же прекрасно, да, они и так это испоколили. Чем больше мы охватим детей, тем в будущем больше будет любителей природы, у нас будет дом чист. Вот теперь хочу поговорить о тех проектах, которые вы организовываете. Вот совсем недавно завершился один из таких проектов, который был поддержан городской властью. Называется «Экологическая стежка». Что за проект, почему вы решили его организовать? Я только что остановился как раз на это. Я очень благодарен отделу экологии. Хуже относится что-то к туризму, управлению по делам молодежи, когда это непосредственно ее, так сказать, обязанности. Они туризм меньше воспринимают. А экологи, они как-то ближе… Управление экологией, да? Да, управление экологией, ближе к природе, ближе к тому, что творится вокруг. И их задача, и в их планах, как говорится, и их желание, чтобы в дальнейшем мотивировать чистый город наш, чтобы дети не бросали бумажки, чтобы охранять природу. И вот поэтому они организовывают эти программы. Я очень благодарен. И они воспринимают это как свое кровное дело. Вот что это за проект «Экологическая стежка»? Это собирается… В чем суть? Да, я могу ответить. Это проект направлен на то, чтобы воспитать в детях, если основу, патриотизм и экологическое сознание. Оно не ощущает, как американцы говорят, ощутить нельзя сознание. Но я всегда приветствую, что пока мы не будем в голове свежать, что ни носори, ни навреди природе, убери, наоборот, после того, мы не двинемся дальше. И проект заключается в том, что мы собираем детей с разных школ, около 40 школ. Сколько человек собралось в этот раз? Ну, в этот раз до 70 человек. И куда вы пошли? Бурский гард. Наш чудесный заповедник с чудесным директором. И мы там видели, нам жители рассказывали историю. Мы очищали родники, там, где уже замусорили. То есть вы не просто отдыхали? Нет, мы не просто. Мы убирали это самое. Приходили к нам, преподаватель был биологии, он рассказывал детям викторины. И рассказывал, вот наглядно, какая трава целебная, какая не целебная. Даже показывал один, пришел, показывал, как можно руками, как в древние времена, ловить рыбу. Не в помощи динамита, а можно рукой поймать рыбу. И все это накладывалось. И с каждым годом все больше и больше детей стремится, записывается в этот, и готовы родителей какой-то привнести еще, чтобы более шире мы проводили это мероприятие. Я бы сказал бы еще, эта акция должна продолжаться, это как люди идут в первый класс. В Айди, вот в Карелии был такой, знаете, от урбанистического толка, мы живем в городе, урбанистическое, люди входят в сказку, которая называется «Природа». И эта сказка должна у людей продолжаться всю жизнь. Он будет охранять природу, он будет, он увидел это. И это начинается с детей. А уже взрослые, даже взрослые, уже прошедшие это, никогда не бросят конфетку, конфету в походе идешь, это самому положат в карман и где-то в костер. И дети ходили в это мероприятие, очень понравилось. Там и по третий, и сразу же говорят нам о потретительском воспитании. Если вы любите свой дом, значит он у вас чистый, значит он прекрасный, ничего не побито, ничего не разрулено в другую сторону. А вы, так сказать, воспитаете, я же говорил, что ребенку я даже сказал, который задавал мне много вопросов по биологии. Говорю, вот ты будешь президентом, и тогда у нас будет везде чисто. А вот интересно, сколько вы прошли километров, и сколько мусора вам пришлось собрать за это время? Ой, в этом году. Да, вот за этот проект. Ну, за этот проект мы собрали, у нас были специальные пакеты черные, дети собирали, перчатки. Мы же не можем заставлять, понимаете, детский труд и все такое такое. Это не об этом. Да, мы при помощи игры делали, например, квест, да, найди родник, который замулен, и расчисти его. Вот, и расскажи, ну там рассказывают, что связано с этим родником. Или вот мусор, он увидел мусор, он сам собрал, сам собрал пакет. И вот эта игра, акция получается в течение 10 дней длится. И вместе с тем с отдыхом, с купанием. То есть нельзя делать только труд. Труд должен быть всегда перемешан с игрой и с патриотическим воспитанием. Стрельба из лука там и всякое такое. А, то есть у вас еще и такие экстремальные моменты были. Лазание по скалам, преодоление препятствий, не разрушай там скалу, а вот попробуй преодолеть препятствия. Ведь в жизни мы будем всю жизнь преодолевать до смерти, как говорится, преодолевать какие-то препятствия. Ну, природа, вы преодолеваете, смотрите, расчищаете. И это в течение 10 дней. Вы сказали, сколько мусора. Вы знаете, ну машины две мы собрали. Да, мы сложили, неизвестно, увезли, у нас машины не было, увезли ли этот мусор. Часть мусора мы сожгли. Там, где можно сжечь, там, где можно рассказать, как уничтожить тот мусор, не обязательно использовать транспорт, мы показывали. Например, я могу сказать о том, что если у вас жестяные банки, то надо их обжечь, а потом сплюснуть. И тогда они быстрее проходят, природа перерабатывает их. А стеклянные банки желательно вытащить к селу, где местные жители переработают их в консервации. Виталий Михайлович, вот вы опытный турист, уже у вас такой стаж солидный. Хочу у вас спросить, вот некоторые считают, что Николаев, ну это не тот город, который чем-то интересен, он не может быть популярен с точки зрения туризма. Я знаю, что у вас на этот счет совершенно другое мнение. Переубедите, пожалуйста, таких людей, о которых я только что вспомнила. Вы знаете, Николаев очень интересен. Очень интересен. Несмотря на то, что он провинциальный. Да, он провинциальный. И на него начали обращать внимание довольно популярный туризм в Одессе, да, рядом. Николаев более, я считаю, что его надо больше популяризировать. Тогда он найдет. А дальше, это уже дела горысполкома, чтобы он был чистый, аккуратный. Мое мнение о туризме, я считаю, что надо больше привлекать бизнес. Потому что если у города денег нет, то люди увидев, что там туризм, и люди могут как какой-то малый бизнес заработать себе зарплату и дать рабочие места, сейчас популярные рабочие места в городе, то они придут. Это пример Мегеи. Мегея сейчас затоптано, но там уже строят уже большие коттеджи. Там же нет домика уже, эти домики первые, потому что там люди. Трикраты тоже планируется там построить, чтобы они вокруг не портили, определенные стэшки, определенные коттеджи, потому что не все хотят в палатках ночевать, а хотят и в коттеджах. И первая такая вещь, когда-то я был с горысполкомом, мы ездили в Трикраты, в Актовский каньон, и я пригласил жителей, показал им, насколько привлекательный туризм. Они мед делают, да, и вот когда туристу предлагают мед, он обязательно купит, а ему не надо везти на рынок этому местному жителю. То есть туризм полезен всем, вот. А Николаев, то, что вы задали вопрос, это вопрос того, что мы должны просто больше популяризировать. Вот я уже говорил как-то, выступал, что квесты, турквесты модные, как во Львове. Во Львове даже сейчас на крышах пьют кофе, да, там, тоже это шарм. То есть придумать Николаю какую-то легенду. И в Николаеве очень много. Почему детей не пускают в 61-й завод, который стоит, а там музей красивый, первый музей Николаева, строительстве города Николаева. Кривой Рог показывает свои шахты. Мы тоже можем очень много. У нас музеев много, судостроение. Мы же город судостроителей. И я считаю, что разработав такую программу и уделив этому внимание, плюс, чтобы кто-то был из горысполкома заинтересован в этом, не просто говорить. Это большое дело. Мы возим людей. Они говорят, у Николая нет туристов. Ничего подобного. Они только в Коблево. Очень много по Николаю бродят туристов. Да, все думают, что вот у нас зоопарк и все. Да, да, да. А у нас есть дом Дерибаса. У нас есть Декабристы, дом Декабристов. У нас проезжал Пушкин. У нас башня Шухова. Восстановили фонтан турецкий. Еще не давили до ума, правда, это сам. У нас очень много. А катакомбы таких вообще нигде нет. Но их надо, конечно, много денег, чтобы его пустить туда людей, чтобы их не завалило. История в Николаево очень богатая. Очень богатая. Вообще Николаевская область очень богата историческими моментами. Гелея, Кимбургская коса, Ольвия. Ну, Ольвия всем известна. Даже привлечение такой Ольвии, я вам скажу, как мы детками, тимбилдинг, да, такой, мы делали, и реконструкцией занимаемся, и бардовской песней занимаемся. Ольвию детям неинтересно. С детьми, да. Полтора часа рассказали, ну что, камни, да, так, истории, сказки там. А мы потом сказали детям, что мы украли двух греков и сделали из них гладиаторов. Гладиаторов, ребята переоделись, и пятый класс рожался, и гладиаторы показывали, и рассказывали о Спартаке. Тогда и веревочный парк, тимбилдинг. То есть игра, и вместе с тем и Ольвия запомнилась, и то, что мы детям дали необходимое. Вот сейчас мы такое хотим сделать. Круглогодично отапливается победа, и курортный пансионат. И они нас приглашают, чтобы мы, если для детей, то мы делали такое мероприятие. Спасибо вам большое за эту беседу. И желаю, чтобы все ваши планы исполнялись, и было для этого соответствующее материальное подтверждение. Да, да, да. Я очень благодарен, еще раз скажу, делаю экологии, которые очень много нам уделяют внимания, потому что они понимают, что с детей начинается то, что они сейчас исправляют. Я на бюджетной комиссии горосполкома как-то сказал, дайте больше денег на детей, оздоровление и все остальное, тогда нам надо меньше денег на милицию. Спасибо вам большое за эту беседу. Приглашаю всех в клуб к нам, приходите своими идеями, своими возможностями, пускай это будут поэты, художники. Всегда приятно на природе увидеть человека непростого, неординарного, коммуникабельного. Мы все люди разный, но все интересные. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Виталий Михайлович Филлин, директор Миколаевского клуба мандарьевников «Хантенрги». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok